Доброе утро, дорогие саратовцы! Сегодня тема нашей передачи Бизнес! Как наладить полезные связи И навести полезные знакомства И в связи с этим мы пригласили Нашего следующего гостя Владимир Якуницкий Региональный партнер бизнес-молодости По Саратовской области И сейчас он ответит на все животрепещущие вопросы Всех бизнесменов города Саратова Доброе утро! Владимир, доброе утро! Рад видеть вас у нас в студии Давайте начнем по порядку Вы региональный представитель бизнес-молодости Что это за сообщество? Чем оно занимается? Для кого оно существует? Доброе утро! Доброе утро, Саратов! Бизнес-молодость это сообщество предпринимателей Которое является крупнейшим в России И на данный момент мы охватываем 70% Вообще рынка всех сообществ и бизнеса Обучение России И у нас представители в разных городах и странах Это 220 городов России Также такие страны, как США, Арабские Эмираты Там практикуют и учат бизнесу по-русскому И я являюсь представителем, да, очень интересно на самом деле Этой организации в городе Саратов И хотелось бы Светить как раз таки об этом Более подробно Ну вот вы сказали, что в нашем городе тоже появилась Бизнес-молодость, вот вы являетесь как раз их партнером Расскажите, давно ли существует Вот это представительство в нашем городе И чем вы здесь занимаетесь? Это какая-то франшиза получается? Или как это можно назвать? Нет, это не франшиза, это представительство, в первую очередь Которое является общей одной из сетей такой организации По поводу того, как появился Саратов И на самом деле, не многие знают, но Саратов и бизнес-молодость уже находятся 4 года Вот, я являюсь представителем и партнером уже как год И, в общем, наверное, я ответил на вопрос Спасибо А то есть бизнес-молодость в целом Это какой-то бизнес-проект Или это просто такая вот Организация для знакомства бизнесменов? Как это? Ну, в первую очередь, это образовательный проект То есть там собраны просто тонны знаний всех предпринимателей мира Сами основатели учатся, ездят, берут зарубежный опыт в Европе, в Америке Применяют его на российском рынке, к примеру Такие понятия, как директ и CRM-система Вот, как раз-таки были распространены на российском рынке С помощью бизнес-молодости Да, о них поэтому узнали То есть, когда еще 3 года назад никто понятия не имел, что такое директ Некоторые на этом сделали целое состояние Просто ища клиентов в контекстной рекламе Ну, вот вы в нашем городе являетесь представителем бизнес-молодости И в то же время вы здесь организуете различные бизнес-встречи, бизнес-знакомства Вот расскажите немного подробнее об этом и о новомодном слове нетворкинг Что это такое и с чем его едят? Нетворкинг – это термин, который появился на самом деле на Западе И означает он собой теорию рукопожатий То, что любой человек на нашей планете может познакомиться с другим Неважно, в какой точке он находится Через 6 человек То есть, достаточно знать нескольких знакомых И организуется такая цепочка связей Которая может привести себя к любому нужному человеку На самом деле, это очень интересная сфера Почему? Потому что вы можете благодаря нетворкингу Познакомиться, решить любой свой вопрос Сам по себе нетворкинг расширяет огромное количество возможностей А для некоторых он является еще средством заработка Как, к примеру, для меня У нас с Ратой проводится нетворкинг каждый месяц То есть, это последний день месяца стабильно Бизнес Молодость дает площадку Организует для предпринимателей свободный вход Именно для любого, кто хочет вообще познакомиться с бизнесменами, действующими Показать свой бизнес Рассказать о себе, может быть, подробнее Последний раз мы собрали 80 человек Если не ошибаюсь И уже завтра будет мероприятие Планируем собрать больше сотни Какие сферы охватывают сферы бизнеса? Какие охватывают вот это мероприятие? Из каких областей приходят к вам бизнесмены? С кем знакомятся? Что предлагают? Вы знаете, на самом деле приходят разные люди От 15-летних парней, которые занимаются там продвижением где-то в интернете В соцсетях до крупных бизнесменов Предпринимателей, у которых федеральные сети, какие-то там холдинги и так далее И самое интересное, что все эти люди Что 15-летний парень, что взрослый такой бизнесмен, уже матерый Они общаются на равных, нет никаких рамок Он может подойти к нему и познакомиться, спросить какой-то определенный вопрос Спросить, чем он может быть полезен И при этом это считается нормальным То есть в обычной жизни ты так к нему не пробьешься на собеседование Или пройти, допустим, через ряд секретарей А там нет никаких рамок и границ То есть это свободный формат общения То есть на практике, спустя какое-то количество таких мероприятий Были ли какие-то полезные знакомства, которые привели потом к какому-то сотрудничеству и выходу во что-то? Да, знаете, на самом деле я так нашел себе партнера в одной из сфер Помимо этого люди сами постоянно мне пишут различные отзывы и говорят Я там нашел себе клиента, к примеру То есть клиентов можно не только партнерам? Приходишь, обменишься зитками, говоришь Ну просто там образуется, так понимаете, сам внутренний рынок Когда там 80 человек и каждый чем-то занимается Вот, к примеру, одному в квартире там нужно потолки сделать А у другого строительной компании? Да, у другого строительной компании, они так познакомились там друг к другу Ну доверие, понимаете? То есть такой бартер, да? Да, 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 то есть есть еще степень доверия Когда ты человеку звонишь с интернета где-то, ты не знаешь об этой компании ничего Когда ты с ним лично общаешься, встречаешься То есть уровень доверия возрастает И даже немногие заказывают у своих, то есть что-то там покупают и так далее А насколько это интересно может быть обычным людям, например, которые сейчас не занимаются бизнесом Но горят этой идеей, когда-то в будущем, возможно, что-то захотят открыть Вот для них этих встреч будут актуальны? Да, на самом деле у нас много таких Знаете, меня полностью формирует мое окружение И когда-то я даже не занимаюсь бизнесом Также познакомился с людьми, которые занимаются ими И тоже захотел в этом кругу сделать что-то свое и зарабатывать свободно То есть не работать с нами И на самом деле приходит очень много людей, которые не имеют своего дела И это вполне нормально, и все приветствуются То есть всем помогают, всем рассказывают И помимо этого у нас марафон бизнес-знакомства, нетворкинг называется, Саратове И очень много даже девушек приходят, знакомятся с парнями, бизнес-знакомства Перерастают в личное знакомство То есть ищут себе успешных бизнесменов Девушки, да, пришли, выбирают, ходят там, бизнесменов, общаются с ними Ну где еще познакомишься с парнями, которые занимаются предпринимательством, да А вот мы запускали опрос, такую голосовалку небольшую Благоприятная ли среда в Саратове для начинания какого-то бизнеса? И 100% наших телезрителей ответили, что нет Нет, сейчас у нас мнение разделилось У нас мнение, друзья, 50 и 50, но к тому моменту, в самом начале, как только мы запустили, было нет Вот с чем связано, как вы думаете, что все-таки скептически относятся люди к тому, чтобы начать какое-то свое дело Это связано с большими рисками Как вы можете это прокомментировать и, может быть, дать какие-то полезные свои? И как вы сами относитесь, как вы сами считаете, благоприятная ли среда именно в нашем городе для развития бизнеса? Тут двоекий вопрос, на самом деле, тут две стороны монеты Потому что, с одной стороны, как бы, если ждать поддержку государства, ждать чего-то свыше, то вы ничего не дождетесь Ну, надо делать все самому, то есть надо брать на себя ответственность И самому идти, засучивать рукава и создавать что-то свое Это первая сторона монеты А вторая, положительная, в том, что у нас в Саратове очень много чего еще не внедрено То есть, если говорить серьезно, то многое делается посредственно За что, в какой сфере вы не возьмете, если просто будете делать хорошо и качественно, то, я думаю, прорыв вам гарантирован Просто на опыте многих выпускников через меня прошло уже больше 500 человек просто за год того времени, как я являюсь организатором И я видел, что реально, ну, в любой сфере можно добиться успеха Просто это зависит от человека, от вашей усидчивости, от того, как вы будете действовать, ну и так далее Ну, а как вот вы считаете, сейчас вообще идет такая тенденция, что бизнес молодеет То есть, вот предприниматели, они все младше и младше и младше Согласны ли вы с этим утверждением или нет? Или вот на вашем опыте вы видите, что нет, это матерые, там, мужчины, которые когда-то работали на дядю, открыли свой бизнес потом Ну или действительно школьники у нас начинают сейчас заниматься каким-то предпринимательством? Действительно, сейчас очень много сфер именно в интернете открываются новых, там, сети, сети, различные социальные сети, сайты И, на самом деле, войти туда не очень сложно, там рынок почти свободный И очень много школьников действительно зарабатывает больше, чем их родители И это, может быть, конечно, хорошо, может быть, где-то плохо Но, на самом деле, и дальше будет еще больше тенденция расти, потому что открывается еще много сфер, сегментов Которые будут в себе давать свободные рынки и свободные возможности входа То есть сейчас то, что дети сидят в гаджетах, это уже хорошо Они учатся, они скоро будут продвигать через социальные сети другие компании и зарабатывать на этом деньги, правильно? Правильно Ну, это замечательная тенденция Еще я хотела спросить по поводу вот именно ваших встреч, нетворкингов Вы сказали, что они раз в месяц проводятся Вот где узнать вообще информацию о том, когда, где, как с вами связаться вообще? У нас есть группа ВКонтакте, которая является афишей нашей Она называется «Бизнес молодость Саратов» Любой может зайти и вступиться, совершенно открыто все Там афишируются все наши мероприятия на ближайшее время Помимо этого, есть сайт молодость.бз Официальный, московский И там тоже все мероприятия будут освещены Чаще всего мероприятия стартуют у нас на федеральном уровне То есть не только в Саратове, одновременно во всех городах России И я считаю, это достаточно хорошие ноты Потому что можно в любом городе, неважно, живете в Пензе, там Самаре Прийти на одно и то же мероприятие и получить, в принципе, один и тот же контент Дело в том, что наш репортер выходил на улицу города И спрашивал наших жителей, где можно завести полезные бизнес-знакомства Давайте посмотрим, что они отвечали И потом скомментируем Для того, чтобы познакомиться, достаточно выйти на улицу Или посетить общественные заведения Ну а где саратовцы приобретают полезные знакомства, давайте у них узнаем Я думаю, это интернет Интернет сейчас все делает А так как? Как можно познакомиться? Только через интернет На работе, где-нибудь в муниципальных, наверное, заведениях Я сам врач просто, наверное, для меня хорошие связи можно завести на работе В деловых центрах только можно Сейчас много таких центров в Саратове Друг по другу, опять-таки, по бизнес-партнеру Ну, это я затрудняюсь, где сказать Ну, наверное, есть какие-то учреждения Полезные знакомства можно приобрести не в Саратове Не знаю Ну, можно быть на работах где-нибудь Странные вопросы, я тоже не знаю где-то Нет, я не могу подсказать Не знаю Ну, наверное, какие-то специальные клубы есть Не знаю Нет золотых рецептов, наверное Советов таких нет Более случая, судьба и так далее Ну, у нас сейчас разные открытые в интернете видно и так далее Разные мастер-классы, разные эти там Все-таки собираются как вот за границей в клубах То есть это клубная система Вот там что-то такое будет полезное тому, кто ищет то, чего он хочет Бизнесмены, бизнесмены, художники, художники и так далее На улицу не выйдешь Значит, наверное, надо ходить на какие-то тренинги, может быть Чтобы там встречать своих единомышленников Ну, может быть, выставки, музеи Ну, там какие-то приезжие, не знаю В последнее время набирает обороты такое направление, как нетворкинг Это специальные отведенные площадки, где можно приобрести деловые связи и полезные знакомства Теперь нетворкинг доступен и для саратовцев Смотрите наши опросы в утреннем шоу Автопилот и в мобильном приложении Владимир, вот ознакомились с мнением жителей нашего города Большинство людей не знают такого хитрого слова, как нетворкинг Ну, это и понятно Но и, в принципе, у них такое слабое представление о том, где все-таки можно обмениваться С какими-то полезными знакомствами, знакомствами в области бизнеса Как вы можете это прокомментировать? С чем это связано? Почему люди не знают ответа на этот вопрос? Может быть, вы плохо себя рекламируете? На самом деле, я тоже год назад не знал, где можно обмениваться с такими знакомствами И меня толкал вперед мой круг окружения То есть, ну, те люди, которыми я общался чаще всего, они формировали, собственно говоря, вот это вот Мои знакомства, общения, потому что один пришел, привел в компанию другого человека Как и тот занимается тем-то бизнесом, например У него там еще 10 знакомых И так это все цепочками пошло Не обязательно искать где-то на улице ходить Где у нас познакомиться с бизнесменом можно Нет, просто среди знакомых можно узнавать других людей И искать тех, кто вам наиболее интересен И это вполне нормально Ты сам крутишься, получается, в этой среде И вокруг обрастаешь знакомствами именно из этой же сферы, да? То есть, получается, сфера бизнеса Да, я честно скажу, что сейчас полностью мой круг общения окружает действующие предприниматели И я уже по-другому не представляю, собственно говоря, кто будет вокруг меня, кроме как их А какая вот основная проблема людей, которые к вам приходят в ваш клуб? Что их тревожит? Ну, очень много людей приходит, которые не знают, как развиваться, как, допустим, стартовать Кто-то застрял на определенной точке, как говорится, в яме Такой термин есть, и не может вырваться дальше И есть люди, которые уже это все прошли И зачем изобретать велосипед, когда другой человек может просто тебе помочь И поделиться именно своим опытом Подсказать, как действует тебе в данной ситуации Потому что со стороны всегда виднее Проблема бизнеса сейчас в России То, что все тянут, как бурлаки На Волге все на себе То есть, один человек, который является организатором компании Своим, собственно говоря, основателем Он и тянет все сам, лично И это очень сложно А когда люди со стороны наблюдают Они подсказывают, как, допустим, синтезировать все правильно И так далее То есть, внедрить возможные инструменты То есть, на ваших мероприятиях можно как раз открыть все эти вопросы для себя А также можно научиться, наверное, просто общаться с другими людьми, правильно? Потому что на этого неужели всего общение, коммуникация Которая наверняка пригодится в разных сферах Даже в личных отношениях или просто в общении с другими людьми Владимир, спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли У нас остается буквально несколько минут, несколько секунд Вы можете пригласить еще раз наших телезрителей на ваше мероприятие Дорогие саратовцы, приходите завтра на наше мероприятие Подробную информацию можете узнать в группе «Бизнес-молодость Саратов» Там есть анонс Ждем вас всех До завтра Участие бесплатное Участие бесплатное, да, приходите Друзья, напоминаем вам, что был Владимир Якуницкий в наших гостях Спасибо огромное Многие, я уверен, жители нашего города узнали больше о нетворкинге, в принципе Спасибо большое, ну и, друзья, прямо после нас будет выпуск рекламы И, конечно же, включайтесь, не переключайтесь Еще будет множество розыгрышей и много интересного Спасибо, 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 спасибо Продолжение следует...